Политика – это всегда человек и неизбежная связь психологии и личности с ходом истории. В эфире программа «Смысловая разгрузка», где мы замечаем людей в контексте большой политики. Добро пожаловать в студию телеканала «Беларусь-4». Я Алена Диодина. Здравствуйте. И со мной, как всегда, Михаил Синицын, с которым мы вместе препарируем внутренний мир наших современников. Миш, привет. Привет, Ален. Ты наверняка в курсе о том, что на минувшей неделе прошел двухдневный форум блогеров. Впервые в истории Беларуси. Ну, разумеется, в курсе. Для меня это было ключевым событием прошлой недели, и поэтому я следил за ним. На самом деле, мероприятие совпало с тем, что я как раз размышляла о том, кого бы мне захотелось пообсуждать с тобой, и оно повлияло на выбор героя. Сегодня Дмитрий Гордон у нас. Потому как человек как раз на стыке журналистики, блогерства, ютуб-канал у него свой. Дмитрий Гордон. Одна из самых противоречивых и резонансных фигур в украинской журналистике, чей стиль и подход к работе не раз вызывали критику и спорное мнение в социальном обществе и медиасфере. И это не мудрено, ведь с момента своего появления на телеэкране в 90-х годах он олицетворяет собой смесь личных амбиций, провокаций для общества и скандала, нередко ставя свой имидж гораздо выше журналистской этики и стандартов. На данный момент Дмитрий Гордон активно использует социальные сети, чтобы продвигать очень конкретные идеи и усиливать свое влияние на мнение в обществе. Однако многие его посты и заявления скорее реклама и насаждение определенных взглядов, чем конструктивный анализ самой ситуации. Его резкие высказывания подчас выглядят как манипулятивная попытка задеть своих оппонентов, а не как профессиональная оценка происходящего. Такое поведение, безусловно, привлекает внимание, но в то же время влияет на общественное восприятие качества журналистики в целом. И потому возмущение журналистов более высокого уровня на его счет вполне объяснимо. Важным направлением деятельности Дмитрия Гордона является и влияние на молодежь. Будучи медийной фигурой, он имеет возможность формировать общественное мнение, но часто его советы с аргументами и примерами стоит воспринимать как эпатажные и не всегда полезные. Он доминирующе навязывает точку зрения, что может привести к искажению восприятия объективной реальности и непониманию сути проблем. Такая манера общения может формировать у молодежи ложные представления, способствуя появлению стереотипных мыслей и поверхностного подхода к действительно важным вопросам. Его благотворительность, которую Гордон активно демонстрирует, можно рассматривать как часть имиджевой политики. Многие считают, что его участие в общественных инициативах имеет цель лишь подчеркнуть его «хорошее намерение», а не настоящую готовность помогать людям. Такой подход вызывает сомнения в искренности его действий и усиливает образ человека, стремящегося к публичности любой ценой. Таким образом, личность Дмитрия Гордона вызывает множество вопросов относительно его истинных намерений и серьезности подхода к качеству журналистики. Его стиль работы и природа публичной деятельности привлекают внимание, но ставят под сомнение объективность освещения событий. Вместо конструктивного диалога на социально важную тему, он зачастую создает иллюзию бурной активности, но при этом пренебрегает необходимостью серьезного анализа и честного подхода. Знакомое имя-фамилия довольно часто попадается в предложениях на ютюбе. И даже когда приглашают на свои интервью не политиков, а актеров, режиссеров или певцов, то, как правило, всегда следует ожидать вопроса «Чей Крым?»? Ну согласись, вопрос сам по себе довольно провокационный. И Гордон бы не был Гордоном, если бы не спросил. Так или иначе, на его ютюб-канале основной контент околополитический. И так как он сам с Украины, то военный конфликт – ключевая тема его контента. Ну ты знаешь, интерес к политике тут весьма объясним. Ни для кого не секрет, что политический мир на данный момент очень активно меняется. И с психологической точки зрения нет совершенно ничего странного в том, что люди на разных площадках пытаются лучше понять его. И вот эти тренды Гордон уловил. Другой вопрос в том, как много ментальных ловушек для общества у его контента. Если все-таки говорить о таких платформах, как тот же Ютуб, Телеграм или ТикТок, то как тебе кажется, какую опасность стоят каналы, как у Гордона? Если присмотреться повнимательней, то он как бы использует принцип свободы слова, но вместе с тем берет на себя много смелости. И на мой взгляд, он теряет ключевой аспект этой свободы – это ответственность. Учитывая то, что на одном только его ютюб-канале более 4 миллионов подписчиков, то можно представить себе охват влияния на общественность. Но если верить этой цифре, то охват огромен. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева. Ну вот смотри, помимо того, что он дает очень четкие установки на данном фрагменте, то сама идея узнать все, оно с психологической точки зрения звучит достаточно привлекательно. Однако можно ли быть до конца уверенным, что вот это все объективное на уровне психологии восприятия? Кажется, да. Однако поистине – нет. Ну, свобода слова на платформах вроде ТикТок, Ютюб и Телекрам, они ведь не проходят должной верификации. И получается, что там любой может транслировать свое мнение, как будто оно объективное. На самом деле вот это принципиальная разница между блогерством и журналистикой. Потому как журналистика, она все-таки предполагает, что человек проверяет факты и освещает события, в то время как формат блога допускает возможность транслировать личную точку зрения, в которую веришь. Но если по факту разница есть, то с точки зрения психологии восприятия, блогерство с журналистикой зачастую воспринимаются как одно и то же. И вот скажи, а какие факторы выбивают этот самый аспект с поля зрения общества? Я думаю, что социальные заблуждения о свободе насаждают неверный тезис о том, что аспект контроля – это лишь нечто плохое. Однако проверка фактов на достоверность – это же хорошо? Безусловно. Характер сообщения влияет на настроение и эмоции в обществе. И если информация ложная, то реакция общества не может быть адекватнее реальности. Реальность в людских головах меж. И нравится нам на данный момент это или нет, но блогерство с журналистикой стали смежными. Другой вопрос в том, что с точки зрения социальных процессов в обществе, вот этот вот грамотный симбиоз, он требует наработки. На твой взгляд, с точки зрения социальной пользы, такие форумы, как Блокбай, важны? И если да, то какие возможности они открывают? Знаешь, всегда важно идти в ногу со временем. И раз уж тот факт, что две дисциплины встретились неизбежен, им необходима площадка для конструктивного дополнения друг друга. И вот подобные форумы, они предполагают взаимный обмен опытом между блогерами и журналистами. Опыт большинства стран показал, что стратегия конкуренции в такой ситуации, скорее бы, отрицательную роль сыграла. Рожда ведет нравственность общества к оскуднению, в то время как симбиоз позволяет не становиться гордонами на ютубе. В принципе, его личная позиция ощущается в каждом коротком ролике и в каждом длинном интервью, где он сам без устали лезет в политику и всех пытается в нее затянуть. А ты, кстати, много интервью посмотрел при его участии? Есть у них кое-что абсолютно закономерное. Не замечал? Скажи, пожалуйста, чей Крым? Крымчан. Так. А территория Крыма чья? В принципе, если бы Гордона и правда интересовало мнение своего собеседника, то на этом моменте они могли бы закончить. Но судя по набору наводящих вопросов, что прозвучали далее, подобный ответ не устроил его. Ты знаешь, я очень хорошо помню этот фрагмент. Ведь там дальше Гордон очень настойчиво и нудно пытался проводить аналогии с тем, что Уфа и Башкирия – это российские территории. И очевидно, после вот этих наводящих вопросов он ожидал услышать другой ответ. И потому еще раз повторил, чей же Крым. Однако собеседник был непреклонен и ответил, что Крым – Крымчан. У меня было ощущение, что Гордон как бы завис и мог бы потом до бесконечности спрашивать этот вопрос, пока его оппонент бы не устал и не дал бы нужный ему ответ. Просто для того, чтобы Гордон отстал от него. Формат непредвятого интервью сказал нам «пока». Но тут интересно то, как Дмитрий Гордон поведет себя далее. Принято. Ты не хочешь говорить, что это территория Украины, потому что последуют санкции в России. Я тебя понимаю. Стоп. Стоп. В смысле ты не хочешь? Подожди. И вот на этом фрагменте мы видим, как Гордон пытается взять своего собеседника на слабо. Прием, конечно, из детского сада. Однако ведь и взрослые люди порой бунтуют, как дети. А не может ли это быть примером того, что и наш герой как бы не совсем взрослый, ведь прием-то мальчишеский? Как вариант. Неготовность отступать, когда уже даже выглядишь глупо – это признак незрелости. коммуникативной, как минимум. Ты не хочешь говорить, что это территория Украины. В смысле? Ну, ты понимаешь, что… Ты сейчас за меня пытаешься ответить? Нет, нет. И вот в этой попытке отвечать за другого принципиально разница между высоким качеством журналистики и попыткой влиять своим личным мнением через блог. Учитывая неприлично большую аудиторию его YouTube-канала, то весь тот контент, который он несет в массы, может очень значительно влиять на общество. И знаешь, что самое страшное, Миш? Гордон ведь все понимает, как отзывается в обществе то, чем он наполняет свой YouTube-канал и как он проводит свои интервью. И в то же время он хорошо понимает, что есть медийные личности со своей аудиторией. И приглашая людей на диалоги с собой, он таким образом пытается повлиять. Ну, тогда становится понятно, почему он как основной жанр выбрал именно интервью, где мотивы не в том, чтобы раскрыть личность приглашенного гостя, а насадить свои порой враждебные тезисы. И вот об этих мотивах мы очень четко можем прочесть на лице Гордона, когда интервью пошло не по плану. Ты лидер. Чего? Молодежи, поколения. Вот и молодежи я говорю, что не занимайтесь злом. Но там не молодежь. Обрати внимание на невербалику у Гордона. Сначала он отклоняется, потом поджимает уголки губ к щекам и отводит голову в сторону. Очевидно, что он с одной стороны разочарован тем, как пошло интервью, а с другой стороны раздражен. Собеседник так и не произнес того, на что Гордон его провоцировал. И вот в чем парадокс. Он же патриот? Ну, во всяком случае, пытается так показать. Однако действует в украинском обществе он как вредитель и провокатор. И вместо того, чтобы использовать свое влияние для качественного анализа проблематики данной ситуации, он наоборот подливает масло в огонь. И тем самым обостряет и без того напряженную обстановку в политической плоскости. Знаешь, это уже вопрос личного выбора самого Гордона. Либо Гордон за поиски истины, либо Гордон за тренд. И изучая его биографию, я обратила внимание на то, что зачастую он руководствуется неблагородными принципами. Умирал очень близкий мне человек. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку. Золотая пирамидка от рака, Миш. Он активно их рекламировал в 90-е. Гордон явно не похож на человека наивного. И очевидно же, что это чушь. Причем откровенная. Однако про личность Гордона говорит многое. И главное, вот меня больше всего убивает фраза, это блокирует опухолью процесс. Это самая преступная фраза, что может быть здесь написана. Нельзя заблокировать опухолью процесс при помощи этой пирамиды. Если бы так было бы, онкология, считайте, была бы побеждена. А знаешь, что самое убийственное в этой фразе? Она ведь только звучит забавно. Однако по факту люди под влиянием рекламы Гордона отказывались от лечения у медиков. А это означает что? Это значит, что люди гибли лишь потому, что поверили вот такому Гордону. Этот момент в биографии Гордона для меня про выбор, о котором мы с тобой говорили чуть ранее. Ведь даже на тот момент известность Гордона позволяла ему, ну, например, поддержать людей в борьбе с этой болезнью. Однако Гордон поддержал мошенников, ссылаясь на личный опыт, личную веру и желание поделиться с обществом чудом. И я посчитал своим долгом, будучи богатым человеком, не взяв за это ни копейки, участвовать в рекламной кампании. Демонстрация безвозмездной рекламы и своих чувств в связи с заболеванием друга на уровне психологии восприятия насаждает неверное впечатление о том, что лично Гордон ни при чем. Таким образом, он прикрывает свой настоящий мотив, что характеризует его как человека крайне беспринципного и очень хитрого. Вариант из параллельной вселенной. Если бы он ошибался с точки зрения психологии личности, это можно было бы как-то распознать? И если да, то по каким признакам? Невольно оставленный в дураках, чаще разочарован и, как правило, сожалеет. Это правильно? Полагаю, что так. Тем более, что это и другим навредило. Однако, как рассуждает Гордон про опыт рекламы золотых пирамидок? Этот препарат имеет лицензию Министерства здравоохранения и патент. И вот неправда номер один. На самом деле, Министерство здравоохранения Украины никогда не выдавало никаких патентов и лицензий на пирамидки. Так, исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что золотые пирамидки Юшинсе не имеют лицензии Министерства здравоохранения Украины. И вообще это шарлатанство. Возвращаясь к мотивам и выбору, вообще Гордон мог использовать свою медийность для того, чтобы на своей платформе освещать нормальные методы лечения рака, также освещать новые технологии, новые методы исследований, в принципе, приглашать специалистов. Мог, но не стал. И похоже, что о последствиях той рекламы Дмитрий не сожалеет. «Скажите, это плохо то, что я делал, то, что я участвовал в рекламе? А если я участвовал бы в рекламе средств против перхоти, это тоже плохо? А если бы я участвовал в рекламе лосьона после бритья, это тоже плохо? Если это единственное, что вы против меня плохого, уважаемые недоброжелатели, накопали, я счастлив». И вот если брать во внимание суть содержания слов, то отказ человека лечиться от онкологии стоит примерно на одной линии с рекламой средства после бритья. Сомнительный повод порадоваться, что единственное, в чем тебя обличили, это смерть той категории онкобольных, которые предпочли твои пирамидки лечению в клинике. А ведь могли жить еще, если бы поверили медицине, а не рекламе Гордона с экранов? Могли, но если ты Гордон, то тебе не стыдно. Помню эту рекламу про целительные пирамидки. Вам сейчас не стыдно за это? Нет, я абсолютно органично. Все, что я делаю в жизни, я все делаю очень органично. Почему мне должно быть стыдно? За то, что я рекламировал пирамиду, золотую пирамиду, которая моего близкого человека исцелила от тяжнейшего. Нет, по шутке, конечно, исцелила. Исцелила от тяжелейшего заболевания. Хороший вопрос. А был ли этот друг? Насколько я понимаю, его никто и никогда не видел. Это тот эфемерный факт, который нельзя проверить. И с его помощью Гордон мимикрирует подсердобольного и хорошего. И потому его вот этот цинизм, он остается как бы незаметен для глаза. Хорошо маскируется. Грамотно, я бы сказал. Но есть еще одно, что может сказать о Гордоне очень хорошо. Это именной мерч на его канале. Ну, раз уж мы заговорили о рекламе. Ну, соглашусь. Этот аспект, он достаточно емко раскрывает личность Гордона. Но в чем твой основной вопрос, Миш? Из того, что я видел в рекламе мерча, там фонит тщеславием и, возможно, мужскими комплексами. Ну, по сути сама. Гель для бритья, влажный Гордон, шоколадные яйца Гордона и Гордон на палочке. Ну, с точки зрения психологии, это что вообще такое? Я думаю, что тут Гордон очень грамотно совместил свое личное тщеславие и он действует как маркетолог. Когда я погружалась в биографию Дмитрия Гордона, то мне на глаза попалась программа, где его личность разбирали по косточкам. Ну, не он первый и не он последний, про кого снимают. И у него есть основания сказать, что ему завидуют. Или там что-нибудь вскрылось про мерча. Нечеславного человека этот факт никак не зацепил бы, скорее всего. Ну, сняли и сняли. Однако Гордон посвящает целый час личного времени, чтобы откомментировать почти каждый тезис, который там прозвучал о нем. За исключением пирамидок, кстати. Собака, русофоб, сатанист, озабоченный мужик, баба-истеричка, гей, лжец, негодяй, подлец, медиакиллер, фейкомет, гиперрусофоб, аморальное животное, склонен к садомазохизму, дичайшая мания величия, комплекс неполноценности. Какой нормальный мужчина выщипает брови? Голосистый петушок, маниакально-депрессивный психоз, маг, шаман, мерзавец. О ком это? Обо мне. Он презентует себя самодостаточным, сдержанным и спокойным. Хотя по нему видно, что он самолюбив и рисуется. Но это видно и по мерчу, по характеру интервью и по тому заявлению, что он якобы овладел кикбоксингом. И, возможно, реагируя на программу о нем, он тоже рисуется. На внешнеповеденческом уровне он как бы невозмутим. И потому его настоящие личные качества не всегда очевидны. Однако программа и те комментарии, которые о нем прозвучали, оно, вероятно, выбивает Гордона из зоны комфорта, где его качества личности проявляются ярче. И вот там как раз заговорили про мерч на ютуб-канале Гордона. Потому что назвать гель влажный Гордон или яйца Гордона, Гордон на палочке, опять же, говорит это о садомазохизме. Предположила сексолог на той программе. Не берусь комментировать, насколько я с ней согласна. Тут для меня интереснее реакция самого Гордона. Я для того и называю так, чтобы это покупали. И вот если закольцовывать общий итог по фрагменту, Гордон продает впечатление и на свою выручку покупает ненависть. Ну, в принципе, он точно так же и сейчас поступает с темой войны в Украине. Вечером впечатление, а на утро ненависть. Ну, потому мы и говорим про ответственность популярных блогеров, чтобы на сегодняшний день таких вот Гордонов не было. Это была программа «Смысловая разгрузка». Мы, Алена Диодина и Михаил Синицын, продолжим и далее препарировать зазеркальный мир наших современников. Не прощаюсь. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok